Всем большой-большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я в таком образе феи-крёстной немножечко, не знаю почему, такое настроение. И я хочу вам показать свои пустые баночки. Это первое видео подобного рода на моём YouTube-канале. Но у меня есть вообще такая проблема, у меня продуктов больше, чем потребностей. То есть у меня очень редко заканчиваются вообще продукты косметические и уходовые. Это, знаете, как ластик, который ты никогда в жизни не заканчивал. Вот это как-то так у меня. Поэтому это большая редкость и радость, что у меня что-то закончилось, и что я вам это могу показать. Всё у меня собрано вот в такой коробочке сегодня. Там, правда, много продуктов. И давайте, давайте смотреть. Очень хочу отснять это видео, потому что уже хочу выбросить большую часть продуктов. И также здесь будут продукты, которые я даже не закончила, но поняла, что они мне абсолютно не нравятся. И пользоваться я ими не хочу и не буду. И они вообще мне не нужны, и я их выбрасываю. То есть это такое, знаете, двойное будет видео. И мои пустые баночки, и мои разочарования. Давайте назовём это так. И начну я с пустой баночки. И это лосьон для лица от корейского производителя Tia 3 Refresh Calming Toner. Это тонер для лица. Безумно увлажняющий, успокаивающий. Он действительно с таким зелёным чаем. С запахом очень приятным. То есть эту баночку я честно всю использовала. По-моему, если я не ошибаюсь, нет, я не привезла из России её. Я купила её здесь. Но я знаю, что этот бренд есть в золотом яблоке. Вы можете привезти этот тонер. Ещё когда я обучалась на визажиста, я узнала, что этот тонер использует классный визажиста как подготовка. Кожа лица для макияжа. Он очень хорош, он приятен, он не раздражает. Он подходит для любого типа кожи. И, в общем, вот такое вот средство для лица очень вам советую. Очень, очень прям честная, честная рекомендация любви к этому средству. Далее. Почти закончилось. Но я уже отношу это к пустой банке. Это сыворотка Дальба. Это никакая не реклама. Я также, как и простой пользователь, увидела это в бесконечных рекламных компаниях других блогеров. И смотрите, как красиво растекается. И приобрела это средство. И вот настолько, что оно у меня уже заканчивается. Купила я, по-моему, наверное, месяца два или три назад. То есть средство довольно быстро расходуется. Я люблю очень-то плотненько, мощненько вышибать на себя. Ну, вот прям пять-шесть пшиков люблю. Люблю пшикнуть на шею. Вообще, для меня это очень-очень классное средство. Красиво выглядит. Мне нравится, как оно увлажняет. Единственное, вот сейчас, когда осталось совсем чуть, мне кажется, у меня больше там какого-то масла. Потому что вот как-то такое сухое масло на лицо как будто бы падает. Ну, в общем, эта база мне очень-очень понравилась. Это средство советую всем к приобретению. У меня уже лежит маленькая баночка в таком travel формате, чтобы взять с собой в большой-большой полет. Вот. Это тоже лайк. Минселярная вода от Гарниера. Она у меня тоже уже почти закончилась. Я знаю, что она не очень натуральная. Что она немножечко химозная. И состав у нее не очень хороший. Но черт побери, как она хорошо смывает макияж. Ну, как хорошо смывает макияж. Чертовка такая. У меня есть от Биаре. Ну, блин, просто хотела показать, что я не буду покупать ее дальше. Потому что я и Биаре пользуюсь, и Биодерма тоже пользуюсь. Но просто закончилась. И хочу показать, что мне нравится. Что она хорошо смывает макияж. Даже если у нее, к сожалению, плохой состав. Следующее средство. Это сыворотка для лица от Арджения. Если я правильно... Арджена, если я правильно прочитала. Это сыворотка с витамином С. Bright Intensive Serum. Вот такая вот именно желтый формат. У них много сывороток. Но это для bright, для подсвечивания. Как вы можете заметить, это тоже большая редкость для меня. Вот как я и сказала, что вообще под ноль средства использовано. То есть можно там по краям, конечно, поскрепсти. И мне очень понравилась эта сыворотка. Я ее использовала до крема. И могла просто использовать, когда просто хочу подсветить лицо перед макияжем, например, потому что она работает как такая хорошая, даже блестящая база. Вообще, если вы хотите такое средство, вот сыворотку, которая будет вас светить, сделает из вас звездочку, при этом увлажнит, я очень советую это средство. Мне понравилось. Я думаю, что я повторю ее снова. Наверное, в другом формате. Не brightening, а что-нибудь другое возьму. Ну, в общем, сыворотка от Арджена тоже у меня закончилась. Дальше у меня закончился бальзам для губ от Pau Pau, Pyr Pau Pau. Вот эта вот красота. Остров Бри, какой вкусный аромат! Я использовала это средство на губах своих клиенток, когда наносила базу перед макияжем, увлажнять губы. Как это пахнет! Все просто были в восторге. У меня там еще, конечно, можно выскребить какие-то остатки, но я уже прощаюсь с этим средством. Нанесу сейчас на губы, наверное. Ну, мне очень нравится. И именно вот этот вкус со строббри. Если вы когда-то видели большое количество этих блесков и не знали, какой запах выбрать, я вам советую взять именно строббри. Дальше, что у меня закончилось? Это крем для рук. Куплен он в Buff & Body Works. У меня это Red Forever запах. Очень такой плотный, тяжелый, сладкий аромат. Если вы где-то будете за границей, и там будет этот бренд, то есть я говорю, средства эти еще есть, но я уже с ними прощаюсь. Хороший крем, хороший запах, жирненькие, конечно, ручки он оставляет после себя, то есть не впитывается. Если что-то сейчас начну открывать, будет сильно скользить. Но очень приятен, приятен. Хороший, обычный такой крем для рук Buff & Body Works. Далее, не закончилось, но уже выбрасываю. Это средство от Biorema, Капри Мувер. Это, ну, вот, клинсер для лица, смывка для лица в масляном формате. Не понравилось, потому что не смывает тональную основу. Умываюсь, смываю, протираю лицо. Боже мой, полотенцем, весь тон на полотенце. То есть, ну, неприятно, не нравится. Я люблю такие форматы маслянистых клинсеров, потому что они увлажняют мою сухую кожу. Но не люблю клинсер, который не смывает макияж, поэтому это, наверное, отнесем к разочарованию. Но, как видите, я много вымазала, потому что что-то не было у меня другого клинсера, и я пользовалась этим. Хорошо он смывает, там тени, помаду хорошо смоет, там карандаш для бровей хорошо смоет, но с тяжеловесными продуктами не справляется. Дальше продукт, который я приобрела здесь, на Бали, это лосьон для лица от вот этой фирмы Бонави. Как мне кажется, это тоже парижская косметика, Крем Пор Лекопс, что-то такое тут написано. Хороший лосьон для тела, кто на Бали, обратите на него внимание, он очень хорошо парфюмирован, этот запах хорошо держится на коже, нет, тут уже вообще под ноль. Классный тревел-форматик, советую приобрести, есть в Сашиоле. Это для Бали-жителей, кто меня смотрит. Дальше почти пустая баночка, ну просто уже, ну неприлично уже вот такую вот баночку хранить, но средство это потрясающее. Это бананопаудер, у нее уже, видите, все стерлось. Это финишная пудра для лица от Революшн, я прикреплю сюда фотографию, чтобы вы смогли купить это средство, потому что оно мне очень сильно понравилось. Я работала на нем, когда работала визажистом с клиентами, и хорошо он делает бейкинг, и хорошо матирует кожу лица. Банановая пудра, ну как бы говорят, что это сейчас типа уже не модно, но это классное средство, я могу его советовать, я выбрасываю только потому, что оно занимает уже много места, а средства осталось мало. Ну короче, этой пудры, я не знаю, тут 32 грамма, ну должно хватить вашим детям. Очень большое количество, классно для визажистов, возьмите на заметку, я сама нашла эту пуду у очень крутого визажиста из Казани, и приобрела по ее совету. Прямо обратите на нее внимание, пожалуйста, она превосходная, мне понравилась. Дальше средство разочарования от Essence, я его либо выброшу, либо кому-то отдам, это Glowing Galt Body Shimmer Gel. Я не люблю шиммерные гели для тела, потому что они, ну вот он очень пигментированный, во-первых, во-вторых, он, это больше не крем, а вот прям такой, ну в наглую хайлайтер, знаете, то есть нет, он хорошо подсвечивает, в принципе, тело, просто не нахожу, наверное, моментов, когда надо использовать такой крем. На клиентах, вот на шею, на ноги, я бы использовала, но сейчас, сейчас он мне не нужен, выбрасываю. Следующий бренд, который есть в подружке, очень долго я хранила этот блеск, типа, ну может быть, буду пользоваться, но, честно, я не буду этим пользоваться, это вот такой блеск для губ от бренда Lovely, H2O, все стерлось, я понятия не имею, есть ли он сейчас или нет, но это такой красочный стенд подружки. Мне нравятся большие, вот такие вот объемные, массивные аппликаторы, приятно такими аппликаторами очень быстро нанести продукт на губы, но блеск просто ни туда, ни сюда, какой-то ни серый, ни коричневый, ни фиолетовый, ни лиловый, не подошел, мне не нравится. Дальше, если мы пошли по продуктам для губ, помадка от Stellar, тоже я ее выбрасываю в оттенке 0, 0,6 Capuccio, это бестселлер, я ее вам тоже очень советую, у меня она просто лежит давно, но и мне оттенок не нравится. Почему? Потому что он серо-лиловый, я такой в жизни обычно не ношу. То есть, на самом деле, он даже в некоторых поставках, у меня есть несколько помад капучино, он в некоторых поставках, прям даже вот, можете заметить, какой-то вот фиолетовый, но на камере выглядит, конечно, красивым нюдом, но в жизни, это прям такой фиолетовый цвет, неподходящий просто, мне не нравится. Дальше бренд Lamelle, его уже нету, помянем, хороший был бренд, это консилер, абсолютно неработающий, бесполезный, слегка тонирующий консилер, высветляющий для лица, с вот такой вот помпой, признаться, честно, долго пользовалась этим средством, не было у меня никаких нареканий, потому что не было никаких требований, а сейчас, когда я попробовала большое количество продуктов из люкса, понимаю, что это ни о чем. Разочарование вообще большущее, это тушь от Миша, 4D, маленькая, ее буквально, я не знаю, она вообще какая-то бедолажная у нее упаковка, неплохая щеточка, но плохая по своей работе тушена, ничего не делает с ресницами, просто оставляет их на месте, не удлиняет, не увеличивает, бесполезная покупка, лучше кабарет, сколько можно уже пробовать. Дальше блеск, который закончился под ноль, я очень долго не хотела этого принимать, и вот там еще что-то течет, и я хотела им пользоваться. Это эссенс, все опять же стерлось, смылось, но это обычный, обычный, зеркальный блеск для губ, очень красиво, выглядящий на губах, очень, ну вы посмотрите, это просто жидкое стекло, как приятно, что он еще остался. Это, наверное, ну лучше, наверное, ему же не пользуется, это, наверное, самый нелипкий, неплотный, нетолстый блеск для губ, я его очень сильно любила, очень жаль с ним расставаться, но время давно пришло. Давайте по разочарованию, наверное, пройдемся, по румянам, трое румян, это все мои бесконечные попытки найти идеальный персиковый оттенок, которые очень долго не удавались успешными. Первое, это изодора в оттенке джинджер браун, такой вот рыжий оттенок, сухие, кирпичные, красивый, рыженький оттенок, слушайте, может даже оставить, но, короче, вот, ну рука к ним не потянулась практически вообще. Дальше, люкс визаж, silk dream blushers, это пятый тон, это неплохие румяна, по текстуре они более хорошие, но мне вообще не нравится, вот это пластик какой-то дешевый, румяна-то, ну вот, у румян есть отличия только между самыми дешевыми и плохими и самыми дорогими, вот там вы заметите сильную разницу, а румяна middle сегмента, они все неплохие, они хороши, просто к ним, ну я не знаю, их надо любить, наверное, чтобы пользоваться и не покупать другие. Дальше, румяна от Influence, которая потрепала, скажем честно, в оттенке у меня 0.1, я опять-таки искала какой-то персиковый, нежный оттенок, здесь даже видно на самом деле Refill, я пользовалась этими румяшками на клиентах, где мне сфотч потеряла, а вот, хороший такой, неплохой, нюдовый, розовый оттенок с блестками, с шиммером, ну вот, мне просто больше не актуально, не подошло. Разочарование, я не знаю, какое количество времени я желала, что я проснусь и это средство мне понравится, это бренд Holika Holika, это BB крем от этого бренда, как бы все его знают, все его любят, SPF 30, он очень белый, то есть, я вообще сама по себе очень светлая, белая, мне подходят любые фейер оттенки, но он прям белый, это некрасиво смотрится на лице, он жирненький, пару раз бывало такое, что у меня выходили прыщики, мне не свойственны прыщи, я очень люблю свое лицо, свою внешность, поэтому прыщи у меня не выходит и сейчас для тех, кто не в курсе психосоматики, такие типа, как это связано? Очень связано, напрямую связано наше восприятие и наше состояние кожи, состояние лица, тела, всего, и вот это средство, как мне кажется, плохо влияет на кожу и мне абсолютно не подходит. Дальше тени, это все идут уже разочарования в плане того, что я просто выбрасываю эти вещи, они мне не понравились. Это у меня Stellary Cream Shadow кремовые тени в оттенке 01. Вообще они покупались как бы такие свадебные, знаете, как, ну, что-то вот такое приятное. Во-первых, они застыли и я не скажу, что они были в более лучшем состоянии, когда я их купила, но были чуть посвежее, но в целом они вот так вот пятнистые и наносились, и жили. Перелив не очень, качество не очень, стойкость не очень. Вот такую шайбочку от Stellary не советую приобретать. Дальше помадка от Alien, матовая помада. Она хороша, в оттеночке у меня 202, от названия Love. Я знаю, что ее советуют блогеры, она хорошая, неплохо пахнет, просто она у меня потрепалась, просто я поняла, что я очень редко ей пользуюсь, потому что матовый формат помады вообще не люблю. Да и все, больше нечего даже сказать про это средство. Выбрасываю огромный бронзер от Note. Я знаю, что сейчас у этого бренда идут рекламные кампании, будьте осторожны, очень много средств, которые прям прикольно, можно купить, но у меня в этом разочарование целых три средства от этого бренда, и кажется, это все, что я покупала у этого бренда. А нет, румяна, румяна я оставила, румянами я пользуюсь от этого бренда. В общем, Note, оттенок 02 это огромный бронзер, вот такой вот, очень рыжий, очень блестящий, очень такой пошло-пафосный, некрасивый, плохо пятнисто ложится, чрезмерно яркий, хотя оттенок 02 очень мне не понравился, не подошел. Жалко выбрасывать такое большое количество продукта. Ну а что делать, если мне не понравилось? Следующий продукт вообще очень странный, это таракотовая пудра в оттенке Honey Warm 02 от Note. Это вот такая вот история большого количества, что это, кто бы знал. Это я использовала какое-то время это как хайлайтер, но получала желтое пятно, потому что у него желтая подложка, как финишная какая-то пудра, но написано таракотовая пудра, якобы, ну я предполагаю, что такие пудры должны подсвечивать как-то лицо, ну типа Hourglass, но вот это не работает, мне это не понравилось. Дальше тени от Note в оттенке 01, такая маленькая, маленький формат, как видите, я даже не содралась с зеркала пленку, даже целая еще гравировка, в общем, это обычные такие белые тенюшечки нюдовые, но тоже как-то мне они не понравились, потому что какие-то они непонятно блестящие, такой очень холодный оттенок, не нравится. Кушон, вообще, как бы странненько отношусь к форматам кушонов, мне кажется, что они засыхают, как-то некомфортно мне, да и, наверное, не очень гигиенично, мне не очень нравится формат кушонов, это Makeup Forever в оттенке N30 Natural Beige, во-первых, все это вот постоянно в таком грязном каком-то формате, открываем, я не содрала вот пленку, оставила ее, все здесь в грязном формате, мне вообще не нравится как бы кушон, короче, и все, он при этом еще мне немножко темноват, я знаю, девочки, которые ну, красятся просто для себя, то есть нет такого какого-то, ну, не разбираются, то есть, да, просто красятся, потому что нравится, им нравится кушон, потому что это быстро, вот, ну, как бы кому как, да, мне просто не подошло, господи, я не знаю, как надо пользоваться этими полосками для носа, я вообще не люблю что-то выдирать, убирать со своего лица, как-то с ним вот так обходиться, я вообще очень редко делаю чистки, вообще один раз в жизни делала чистку, и нет у меня никаких претензий, поэтому эти, как следить, салфетки были куплены, ну, просто давай попробуем, но в итоге не понравилось и не подошло. Помада от Maybelline, новая их линейка, красивая, опять-таки, история, маркетинговая, но матовая опять помада, к черту, мне не нравятся матовые помады, я больше не буду их покупать, плюс ко всему оттенок, вот смотришь, вроде бы нюдовый, но на губы наносишь, он темный, он прям такой темный нюд, когда нанесешь это на все губы, кажется, какая-то такая помада Советского Союза, знаете, то есть не очень мне понравилось, тоже выбрасываю, блеск для губ тоже выбрасываю, не понравился, это Балийский, кто живет на Бали, мне советую покупать, не понравился, тоже Балийский бренд Сукин, это ну типа Brightening, подсвечивающий, серум для лица, серум для меня, вообще тоже штука какая-то непонятная, уж лучше купить классный крем, чем какой-то серум, ну у меня кожа сухая, мне нужно больше увлажнения, возможно для жирной кожи серум будет очень хорошо, Балийский бренд Бальзам с эфирными маслами, чрезмерное количество эфирных масел, неудобная упаковка, нырять туда пальцем, хороший аромат, но ну что-то что-то не то, база Neo Care, ну наверное мало кого привлекает вообще такие вот вещи, но я любила их покупать и пробовать, это база под макияж, она жирная, она белая, она жидкая, она непонятная, она не увлажает, она просто поверх лица как-то лежит, тоже не советую покупать, бальзам для губ, я купила его здесь тоже на Бали, у вас его нет, я купила его в серферском магазине, я не поняла, почему он такой жесткий, он плотный, он, то есть я вот могу тереть, 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 и он не даст никакого там, не знаю, свечения, увлажнения, ничего, то есть, наверное, это какой-то серферский бальзам, знаете, чтобы бронебойно защищать губы, но вообще не пьем, я даже плавила его над свечой, чтобы он хотя бы немножечко расправился, вот, у меня такая штучка есть от Пантин, тоже я выбрасываю, какой-то бальзам дорожный, тоже мне он не понравился, и все на этом, а нет, не все, забыла показать вам умывашку, я ее тоже выбрасываю, она у меня там еще наполовину полная, это популярная аптечная косметика Кетапхил, на Бали ее покупают те, кто приехали, потому что у нас она тоже была, и у нас она аптечная, а на Бали она продается просто в любом магазине косметики, и ужасный запах, непонятно, что она делает, она немножко убирает у меня с лица себу, и все на этом, то есть, я вообще не поняла, и если средство невкусно пахнет, а я наношу его на лицо, оно у меня автоматически отправляется в мусорку, но вот такое вот было небольшое расхламление, точнее даже большое, на самом деле вот это все занимает довольно много места, когда вот так вот с этим просто живешь, это у тебя просто где-то лежит, и раздражает тебя, потому что, ну смотришь на баночку, она уже давно тебе не нужна, какая-то она вообще дырявая, грязная, и даже трогать, если не хочется, выбрасывайте такую косметику, обязательно делайте расхламление каждые 2-3 месяца, чтобы любое пространство вашей жизни было чисто и приятно для вас, особенно все, что касается ухода и косметики за собой, вот, с вами была Алиса Макарова, это было расхламление, это были пустые баночки и разочарование, до новых встреч, пока-пока. Стрельное включение, до съем, под съем, я забыла показать вам средства, которые мне, кстати, большинство из них понравилось, закончила умывалку, ой, господи, минцелярную воду от Биаре, хорошая, хорошо смывает, не справляется с чем-то очень плотным, но такая среднестатистическая умывалка, да господи, почему я говорю умывалка, минцелярка, очень хорошая, особенно вот я что-нибудь снимаю, что-то мазюкаю, вот для таких бытовых моментов она очень хороша. Дальше выброшу уже эту бедолагу, это у меня Катрис, фиксатор для макияжа, зачем они вообще нужны, давайте серьезно, фиксаторы не держат макияж, никак его не уплотняют, потому что разрушение, макияж начинает разрушаться изнутри, чем бы вы ни пшикались, это просто приятный такой маркетинговый ход приятный, вообще пшикаться чем-то это приятно, но вообще фиксаторы мимо меня идут. Дальше Skin Tific это бренд Балийский SPF, это такая вот тоже спрей SPF для лица, приятно пахнет, спреи, наверное, не очень хорошо работают, не так, как Рима, но я его пропшикала на лицо, мне закреплять макияж SPF нравится, и Clinique у меня были миниатюрки вот такие, я их закончила почти, это у меня мувашка для лица, а это у меня лосьон, это у меня все из кукулинейки 3, там есть несколько линейок, кукулинейка, вот у меня третья, самая такая базовая, ничего не хочется мне повторить, кроме вот этого, это я обязательно куплю в полном размере, потрясающее средство, это лосьон увлажняющий, такой кремообразный для лица, там есть гель и есть лосьон, мне больше нравится лосьон, полноразмерный формат, очень классно выглядит баночка с помпой, я тоже, нравится делать гуаша вместе с этим средством, потому что хорошо скользит, вообще нравится брать с собой увлажняться где-то, вот даже посередине дня, если я понимаю, что я ехала там два часа на байке и у меня просто высохло что-то на лице, там глаза, например, высохли, прям поверх макияжа наношу это средство, вот оно у меня тоже уже почти закончилось, и я очень советую к приобретению, все, побежала, второй раз пока!